Все заливает. Мы оттуда идем, в магазин пройти невозможно. Дорогу нельзя перейти, правильно. Лужи после дождя становятся барьером для местных жителей. Многие из них инвалиды по зрению. Несмотря на это, ходят в магазин или специализированную библиотеку сами. Поэтому, помимо прочистки канав, которые будут собирать влагу в себя, попросили мэра отремонтировать тротуары. Кроме того, провести обрезку деревьев. Эти вопросы закроют в этом году. Соответствующее поручение Олег Мамеев дал профильным специалистам. Здесь заасфальтировать, чтобы нормально был подъезд и грязи не было. Заасфальтировать с выходом на дом второй и на дом первый. Ну, чтобы оттуда могли нести. Удобно здесь. Создать удобную площадку планируют возле мусорных контейнеров. Об этом тоже попросили местные и уточнили. Надо решить вопрос с автохамами, которые встают на дорожки. И слабовидящие благовещенцы порой натыкаются на машины. Это дополнительное неудобство. Проблему постараются решить с помощью специальной разметки. Такая практика уже есть. Спорт неплохой, но отдыхающая много. Сделаем благоустройство, поставим лавочки, беседку. О благоустроенном сквере здесь мечтают. Раньше на территории были малые архитектурные формы, детские качели и горка. Со временем все пришло в негодность. Одну лавочку для старшего поколения жители смастерили сами. Говорят, в теплую погоду приходят бабушки и любуются на реку. Олег Мамеев заметил, что, видимо, и молодежь облюбовала место. Кругом мусор и бутылки от алкоголя. Поэтому прежде чем думать о благоустройстве, надо провести субботник. Его решили организовать через месяц в рамках акции «Город берегу». В нем поучаствует и мэр. Мы благодарны за те инициативы, которые исходят из людей, которые здесь проживают. Здесь очень много слабовидящих, и, соответственно, у них должен какой-то индивидуальный подход к их проживанию и благоустройству. Поэтому все эти моменты будем учитывать при нашем планировании. И, как я сказал раньше, в этом и в следующем году начнем здесь работать. Кроме того, до 2024 года здесь благоустроят дворовые территории двух домов в переулке Южном 1 и 2. Они вошли в проект «Жилье и городская среда». Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов, программа «Город».